Друзья, всем привет! С вами компания Автопозитив. К нам в работу заехала Сузуки Гранд Витара. Мы здесь выполним замену всей акустики в автомобиле. Зашумим штатные арки изнутри, конечно же. Ну, тут, грубо говоря, это будут задние двери. Поменяем динамики, поставим усилитель, раскинем проводку. Сделаем все, чтобы играло четко, громко. Самое главное, чтобы клиенту понравилось. А как это будет происходить, вы увидите в этом видео. Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, давайте я вам так на примере просто покажу, какие материалы. Смотрите. Первый слой на пластик идет вибродемпфер. Мы его укатываем на места, на ровные поверхности, где нет ребр жесткости. Это снизит вибрации с пластика, уйдет громохание. Также вторым слоем полностью проклеивается дверная карта, либо любой пластик, будь это стойка или торпеда. Это у нас бипласт премиум восьмерка. Ее свойство это то, что она очень хорошо сжимается. То есть, когда вы защелкиваете карту, она заполняет собой все пространство и срезает ненужные частоты. Это хорошо помогает для динамиков. Вот, например, в домашнюю акустику всегда прокладывают поролон. Это плюс-минус такое же, только этот не боится воды. Просто высыхает и все, и с ним все хорошо. Клей у них, у них клей просто супер жесткий. И если вдруг ее не туда прилепить... Ну, попытка, грубо говоря, она одна, чтобы зафиксировать данный материал. А вот в дверную карту, именно на металл, идет утеплитель. Ну, шумопоглотитель. Он такой плотный, взбитая пена на таком вот зеленом клею, который не боится воды, он ее не впитывает. То есть, например, в дверных картах там имеется слив. Когда идет дождь, под резинки затекает вода. И все проходит мимо. Дверь не будет гнить. Материал специально рассчитан для таких погодных условий. Также он не боится морозов. Он не встает колом, он не отваливается. Его можно использовать даже на потолок. За счет своего клея. Жара плюс 30. Все останется на месте. Он никуда не отвалится. Также вот этот материал у нас используется на арке. Дабы снизить шум дороги. Можно использовать на лакера. Если, например, это мы катаем колесный арт. Ну, естественно, колесные арки у нас катаются. Вибродемпфер, мастика. На локер идет также вибродемпфер. И сверху звукопоглотитель. Вот такие вот материалы у нас будут использоваться. Дальше все увидим. Так, и вот к нам на хирургический стол легла сидушка. Это пассажирская передняя. Здесь в данный момент пытаемся подогнать усилитель, чтобы он не стоял на полу и был закреплен. Усилитель у нас будет ФСД. 4 по 120, так как у нас 4 колонки, мы будем использовать динамика. Колонки дома стоят. Залетит сюда, скорее всего. Может быть, еще и нет. Сейчас размечают площадку, будут делать сюда, грубо говоря, фальшик. Чтобы все это вот так вот у нас закрепилось. И, соответственно, не отпинали нам ни ирца, либо провода. Будем примиряться. Ну что, друзья, вот за моей спиной стоит Сузуки Кран Твитара. Уже обновленный, уже с хорошей музыкой. Акустика стоит за моей спиной. Это усилитель от компании ФСД и фронт-тыл от компании Аудисон. Тыл у нас идет коаксиальный. Это мидвуфер уже стоит с твиттером. Также на фронт у нас пошел компонентная акустика. Это также компания Аудисон. 165 динамики. Отдельно ВЧ динамик. Отдельно Мид. Сейчас вы на экранах видите, какую акустику мы установили. Я чуть ближе вам ее покажу. Так, что мы имеем? Мы имеем все по штатным местам. Все зашумлено. Вся машина. Считаю, потолок, полы, двери, крылья, внутрянка крыльев. Все у нас стоит через переходящее кольцо. Все, естественно, открашенное, дабы улучшить адгезию, чтобы... Это у нас идет фанера. Кольца мы пилим сами. Мы не покупаем готовые. Мы делаем все своими руками. Все четко под размер, под динамик, чтобы нигде не сифонило, чтобы кольцо было идеально. Усилитель у нас стоит под пассажирским сидением, но не на полу. Не пришлось демонтировать штатные подувы для задних пассажиров. Он у нас стоит на верхней части, прикреплен жестко к сидению. Полозья все ездят. Все красиво, все четко. Люди нам не откинают ни РЦА, ни силовые провода. Все максимально безопасно. Можно даже где-то летом подтопить в салон. Усилителю ничего не будет. Все провода у нас идут по штатным местам. Ну, естественно, РЦА и Сила у нас лежат отдельно, так как создастся фон. А такого быть не должно. Премиальная акустика все-таки как-никак. Сейчас я вам все поближе покажу. Ну что, давайте переместимся в салон автомобиля. И хоть как-то послушаем. Мы послушаем, естественно, на полную мощность. Микрофон не передадут того качества звука, которое здесь у нас получилось добиться. Поехали. Серега притащил, и мы тут сектор газа слушали. Нормально. Ну что, друзья, вот такая вот у нас получилась машина. Громкий качественный звук. Но, конечно же, не хватает баса, а человек не хочет его ставить, не хочет сап. Багажник тут не особо большой. Он много с чего с собой возит. Поставили просто динамики, которые играют чуть пониже, 60 Гц. Плюс-минус, он слушает шансон. Ну, ему он просто не нужен. Ну, как по нашему мнению, естественно, сап должен быть в любой машине. Ну что, подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки. Всем пока. Все, чава каково. Пока он не то что не хочет.